Добро пожаловать на лабораторную работу номер 3. В этом блоке мы будем рассматривать практическое применение технологий, которые были описаны во втором теоретическом модуле. Итак, в ходе этого урока мы настроим Blade Trade Emulation, точнее его обычную версию, и попробуем смоделировать прохождение зараженных файлов через шлюз SMESC. Затем мы снова проанализируем логи и заблокируем скачку вредоносных файлов для нашего пользователя Windows 7. Что ж, переходим к практике. Для этого подключимся к нашему макету, убедимся, что модуль Threat Emulation включен. Переходим в Policy и выставим профиль CloudEmo. Это специально подготовленный мой профиль. Откроем его свойства. Отключим Threat Extraction, так как он все равно не включен. Выставим Prevent везде, поскольку мы знаем, что будем скачивать зловредные файлы. Перейдем в настройки Threat Emulation Settings и отключим статический анализ файлов. То есть все файлы будут отправляться в облако, который мы будем пытаться скачать. ОК. И проинсталируем политику. В данном случае можем проинсталлировать только Threat Prevention. Установка успешна. Перейдем во вкладку Gateways. Здесь мы можем видеть счетчик наших файлов, которые посылается в облако. Threat Cloud. Отлично. Теперь нам необходимо с помощью PuTTY подключиться к нашему чекпоинту. Залогинимся. Входим в режим эксперта. И воспользуемся командой Tickly Debug Scan Local Enable. Для чего это делается? Дело в том, что сейчас мы попробуем скачать файлы зловредные непосредственно на сам чекпоинт. А сам чекпоинт по умолчанию не анализирует файлы, предназначенные именно ему. Собственно для этого и используется команда. Далее перейдем в папку Mal Files. Здесь у меня уже лежит подготовленный скрипт, который будет скачивать зловредные файлы. В данном случае из Scali Linux. То есть если вернуться к схеме, мы будем скачивать на чекпоинт Scali Linux зловредные файлы. Для запуска данного скрипта используется следующая команда. Но для начала продублируем сессию. Делаем это для того, чтобы параллельно скачиванию файлов наблюдать, как они будут закачиваться в облако. Опустим окошко чуть ниже. Здесь необходимо расширить. Можем, кстати, сразу из консоли посмотреть наш статус по квоте. Видим, что квота subscription у нас окей. То есть мы можем эмулировать файлы в облаке. И теперь воспользуемся следующей командой. Tecli show cloud qi. То есть сейчас мы сможем непосредственно видеть, как файлы будут закачиваться в облако. Запускаем наш скрипт скачки файлов. И параллельно видим, как файлы закачиваются в облако. Скачаем несколько файлов. Что ж, я думаю, достаточно. Можем воспользоваться командой Tecli CatchDumpAll Также расширим окно, чтобы было более понятно. И здесь, собственно, мы видим информацию по скачным файлам. Название файла, их расширение, где было проэмулировано, вердикт по данному файлу. То есть в данном случае все файлы были зараженными. И, собственно, важность данного события. Critical High Также мы можем посмотреть информацию по статистике при закачке в облако. Tecli show statistics И здесь мы видим среднее время закачки наших файлов в облако. В данном случае составило 100 секунд. Что ж, теперь перейдем к логам. В данном случае откроем Smart View Tracker. И посмотрим события, связанные с Threat Prevention. By Blade Threat Emulation Промотаем в самый низ логи. И здесь мы видим события, касающиеся эмуляции файлов. Откроем любое для примера. Расширим. Опять же, здесь мы видим, с какого ресурса был файл скачен. Видим важность данного события. Его размер. Хэш. Видим вердикт по данному файлу. Видим, что данный файл был проэмулирован. И дополнительно можем посмотреть summary report по этому событию. Откроется Internet Explorer. Окошко заблокируется, но мы разрешим данное содержимое. И видим подобный отчет. Вот здесь даже видно скриншот открываемого файла. Тут же мы можем провалиться непосредственно в отчет по активности. Здесь также видны скриншоты нашего вредоносного ПО. А здесь уже есть информация по его зловредной активности. В данном случае мы видим, что использовался Trojan, Generic Malware и какой-то Downloader. Также видим, какой процесс пытался запуститься. И изменение файлов при запуске данного зловреда. Также была попытка изменить реестр после запуска этого файла. Что ж, теперь перейдем к более конкретным примерам. А именно, подключимся к компьютеру жертвы. И попробуем скачать файл с нашего Kali Linux сервера. Для этого перейдем по вкладке HTTP, 172, 27, 254, 10, на порт 80, 81, в папку Mouth Files. Здесь мы видим все зловредные файлы и попробуем скачать какой-нибудь из них. Save. Desktop. Save. Как видим, загрузка не удалась. Посмотрим логи. И видим событие, что пользователь JohnLennon пытался скачать зловредный файл. Опять же, откуда, какой файл и вердикт по данному файлу. Собственно, данный значок нам свидетельствует о том, что загрузка была предотвращена. Также можем посмотреть суммарный репорт по этому событию. Опять же, видим скриншот. Можно даже заметить, что при запуске Word открывается дополнительное консольное окно. Что ж, подведем итоги. В ходе данной работы мы настроили сканирование скачиваемых файлов в облаке Checkpoint Threat Emulation, выполнили загрузку зараженных файлов на сам шлюз из соображения безопасности клиентских устройств Windows, и получили вердикт об опасности файлов. Также ознакомились с отчетом в Smart View Tracker. Аналогичный анализ файлов можно организовать локально, на самом шлюзе, либо на отдельной железке Sunblast, не отправляя документы в облако. Из данной работы можно сделать вывод о высокой эффективности данного метода анализа файлов. Что ж, можем переходить к следующей лабораторной работе. Субтитры создавал DimaTorzok